Добрый день, друзья! С вами канал Вдали от города и я, Нина Коновалова. Я хочу поделиться с вами необычным событием и радостным событием, которое произошло в моем хозяйстве. Сегодня, в начале февраля, а точнее, 5 число, и у меня появилось на свет два птенца, два птенца, которые высидела курица в неотапливаемом курятнике. На улице январь, много снега, температура низкая, а у нас появился нежданчик. И этот нежданчик в виде квочки, которая решила, значит, сесть на яйца, для того, чтобы вылупились рано или поздно птенцы. Наверное, многие удивятся, почему же это событие необычное. Ну, наверное, потому, что в зимнее время очень редко, когда курицы садятся на яйца, чтобы вывести свое потомство. И, тем не менее, у меня это произошло. В одном из роликов я как-то обмолвилась о том, что у меня появилась квочка, и посыпились разные комментарии. Люди советовали мне снять аккумулятор с машины, немножечко ударить ее током, чтобы появился стресс, забирать яйца и так далее. Делать я этого не стала. Я пометила одно яйцо маркером, потом через несколько дней второе яйцо маркером, и все, которые курицы подкатывали ей яйца, я забирала, а эти два не трогали. И вот, значит, несколько дней назад я обнаружила, что в курятнике скорлупа у одного яйца расколота. Но понимая, что на улице первое число февраля, и очень холодно, и стоят морозы, я быстренько, значит, взяла этого цыпленка вот так в руки и занесла домой. Мой супруг взял переносную клетку, сделанную из сетки, занес ее домой, значит, оборудовал ее, ну, как оборудовал, на дно газеты, значит, поилку сделал, кормушку сделал, и туда-сюда, на веранду, в эту же клетку, мы занесли маму. И, естественно, то яйцо, которое было под нее подложено, чуть позже. Спустя, по-моему, три дня у нас появился на свет еще один птенец. Но, правда, горлопан, если тот молча все время находился под курочкой, то этот постоянно кричит. В чем причина, я не знаю. Наверное, что-то его беспокоит. Я очень надеюсь, что наши цыплята вырастут и станут хорошими, крепкими птицами. Во всяком случае, наша забота будет направлена вся на это. На веранде у нас не жарко, но и не холодно. Значит, саму клетку мы поставили ближе к батарее, вокруг, ее защитили от внешних факторов. И, значит, стараемся по меньшей мере беспокоить нашу мамашку. Тем не менее, любопытство берет вверх, и я все-таки засняла некоторые моменты, которые вам покажу в своем видео. Думаю, вам будет интересно. И обязательно позовите своих детей. Пусть они тоже посмотрят, поскольку подрастающим поколениям очень важно любить, ценить и заботиться о братьях наших меньших. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо! Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! До новых встреч! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Что у нас получается? Первый птенец! 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 Сейчас я хочу покормить птицу и маленького птенца, который уже кушает самостоятельно. Я отварила перепелиное яичко. Птенец! Этому маленькому птенцу три полных суток. Птенец! Смотрите! Тому желтенькому птенцу сегодня первые сутки. Очень интересный процесс, когда курица сейчас будет кормить своего птенца. Птенца! 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 Продолжение следует... 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 И получается, как маленькие червячки. Так вот, она берет эти червячки и дает цыплятам. Все, она села, приняла такую позу и сейчас будет согревать своих птенцов. Видите, один туда уже, который покрепче полез сам. Ну, а это два, она может, наверное, подтолкнуть. Вот утренний завтрак. Надеюсь, все будет хорошо. Надеюсь, выживут наши птенцы, будут радовать нас в скором времени. Конечно, мы еще не знаем, кто это. Может, это петушки, может, это курочки. Тем не менее, сегодня 4 февраля и у нас появилось два птенца. Вот и все, дорогие друзья. Все, что я вам хотела показать. Всем крепкого здоровья, добра, тепла, домашнего покоя и уюта. И самое главное, чтобы ваше хозяйство, ваши питомства приносили вам только радость. Всего доброго, до свидания.